Пока больницы по всему миру переполнены больными ковидом, а проблемы с вакцинацией по-прежнему основное препятствие в борьбе с пандемией, крупнейшие инвест-компании продолжают увеличивать доходы. Так, американская компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Байфуту, отчиталась о росте прибыли почти на 7%. И такое увеличение говорит о восстановлении ее предприятий после пандемии, которые, кстати, являются системообразующими для американской экономики. И тему продолжит наш виртуальный коллега Айсанш. Айсанш, добрый день. Приветствую, Эльвира. Холдинг Berkshire Hathaway является значительным для американской экономики. Несмотря на то, что в стране ежедневно заражаются десятки тысяч людей и погибают сотни человек, власти США прямо заявили, что не собираются вводить очередной локдаун. Прежде всего, потому что не желают останавливать экономические процессы, как сделали при первой волне пандемии. Но ситуация такова, что существующие вакцины могут не помочь в борьбе с мутациями. Однако в Белом доме пока не предпринимают каких-либо мер, только призывая к вакцинации. Что касается бизнеса Уоррена Баффета, пострадавшего, как и остальные от локдаунов, то сейчас его финансовые дела пошли в гору. Доходы компании увеличились за счет производства и обратных выкупов акций. По итогам второго квартала чистая прибыль группы увеличилась почти на 7%, превысив 28 миллиардов долларов. Предполагается, что такие финансовые результаты являются добрым сигналом для инвесторов, владеющих или желающих приобрести акции американской компании. В составе активов холдинга – железнодорожные, энергетические и страховые компании. Органичен ли рост промышленных предприятий на фоне пандемии коронавируса, и останется ли он таким же стабильным, предстоит узнать в будущем. Эльвира Спасибо, коллега.